как дима сладко кушает супчик с куриными котлетками вот я сейчас сижу и думаю надо было просто фрикадельки сделать куриные тогда нам резать не пришлось здесь мама не думал что получится такой вкусный супчик да покажи какие у тебя там котлет котлетка как мама ее разрезала вот такими большими кусками мама разрезала чтобы дима учился жевать и зима жует у нас учатся жевать вот так мы набираем бульончик ложечку и запиваем так набираем и запиваем папа положил чашку наверх вчера папа эту чашку положил нам наверх кухонного гарнитура и дима теперь ему сказал то что это папа положил все теперь весь день сегодня папа папа тычет папа положил чашку наверх папа любит так делать да на предыдущей квартире у нас был похоже почти кухонный гарнитур только гораздо прям хуже прям эти дверцы просто отваливались просто вываливались отваливались был кошмар самый дешевый такой кухонный гарнитур по-моему даже был куплен дешевая мебель что что-то такое какой-то магазин вот и муж всегда любил туда класть наверх всякие чашки всякие то я не достаю мне пришлось ставок приходилось ставать на табуретку оттуда доставать что-то очень не нравилось и вот он вспомнил и опять положил нужно будет попросить чтобы достал иначе посмотрите вообще некрасиво смотрится что-то там наверху лежит вообще плохо кстати хотела кухонный гарнитур прям до потолка чтобы женька ничего не клал туда вот но мама сказала что он будет смотреться громоздко и мы не стали так делать но он и так вышел кухонный гарнитур очень дорого чтобы еще было до верха бы еще на пункте как ты кушаешь покажи как ты кушаешь как ты кушаешь так сладко кушать мой малыш так сладко да так вкус вот так он кладет такие кусочки большие бульончиков правильно молодец димочки два года уже он сам кушает и сам жует димочка у нас отдыхал с бабушкой баба лили и деда толи да и они его научили таки жевать он у меня уже немножечко жевал они его продолжили научили да он теперь у меня все абсолютно жует а если он отдохнет с бабушкой Ирой и бабушкой Валей то они его отучат жевать они ему почему-то все протирают всю еду вроде как не умеет же ребенок жевать ну и не надо значит надо протирать а я ему ничего не протираю протирал ему ягоды крыжовник потому что он жесткий вот он не прожевывал там вишенка чаще у нас там смородина черная красная но они действительно жестковатые я протирала все вместе такую делаю как варенье с медом кушали с творожком дай ее дима ты что там задумался писаешь что ли меня там да и дима у нас начал ходить на горшок наконец-то я отдыхал он также да вот бабушка или или дедушка и Толя и наконец-то их уговорил то что ребенок должен ходить на горшок потому что до этого было бесполезно им это говорить они не понимали все равно одевали памперс сколько бы я его не учила и наконец-то вот он начал ходить но пока сам еще не просится может где-то пописать на пол но хотя бы он садится и понимает то что надо пописать старается писать да? кушай кушай как дима нас кушает дима задумался уж тут то ты что задумался малыш здесь тут кстати ничего не видно а вот мои окна я вам потом покажу там в том доме там меняют крышу и там стоит на девятиэтажке огромный кран не знаю интересно как он с той стороны выглядит к сожалению я болею сейчас мы не выходим на улицу у меня очень сильно болит спина вот и еще там кое-что болит очень сильно я просто не могу выйти на улицу я сижу вернее вот лечусь 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 не знаю может бабушка ира как-нибудь придет с димочкой погуляют на улице очень хочется на улицу так тепло солнышко я кстати тоже кушаю вот очень вкусный получился супчик может быть если вы хотите напишите в комментариях и в следующий раз мы вместе с вами его будем делать ну он легко делается в принципе это просто легкий супчик у меня кстати такие супчики мама всегда делала просто там какой-нибудь куриные крылышки какие-нибудь покупала она их очень любит отваривала добавляла яичко туда еще сейчас не помню и все и такой легкий супчик мы выходные с мамой очень любили покушать а здесь я уже добавила тоже яичко помидорка лучок петрушка что еще что ли да и очень вкусно было да и котлетки конечно куриные котлетки они такие бесподобно вкусные продаются в нашем магазине вернее фарш от них да димочка такой бесподобно вкусный обалденно мне кажется фарш самим делать будет гораздо дороже чем когда его покупаешь тоже до этого раньше я делала у меня есть мясорубка я делала там покупаешь не килограмм мяса даже больше чтобы получился килограмм фарша в итоге там получается килограмм фарша где-то рублей на 600 там на 500 на 600 получается магазинный фарш 300 рублей стоит у нас ну 300 что сейчас 320 вроде разновало в нашем любимом магазине в следующий раз пойдем за фаршем я вам покажу магазин наш где он находится на владимирской может быть кто-то из самары нас смотрит да и будет знать где продается качественное свежее хорошее мясо его прямо привозят туда тушки с утра они их разделывают продают и к вечеру уже все просто скоплено вечером заходишь а прилавок пустой на следующий день опять с утра тихо 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 на следующий день опять с утра приходишь им привозят мясо то есть пусто сначала потом привозят мясо слышишь как мясорубка там бум бум так тюк тюк опять разделывает это мясо раскладывается так знаете красивые прям такие кусочки у них не просто там вот бывают другие вот ты чё наелся что ли вроде тебя положил то маловато давай запьем бульончиком с тобой еще мы сейчас будем с тобой сухарики класть у тебя тут полно кстати у тебя еще на завтра порция осталась жуй давай ее а другие вот заходишь там уже с утра уже лежит мясо день лежит, два лежит краснеет кстати если говядина темно-красная это либо она ветреная либо корова была очень старая да давай доедайте я сейчас сухарики буду класть у нас есть такие вот сухарики это кстати с собой еще в путешествие их брала где-то по-моему там показывала они сделаны из батона не моего а пятерочки да пятерочки подожди обожди плакать не нужно плакать не нужно Дима мясо будешь дожевывать давай пока дожевывай там у тебя вон петрушка повисла да вот там повисла все все сейчас давай ешь сам ну все я тоже буду кушать пожелайте нам приятного аппетита вот и как он ест как он обожает хлеб да хлеб масло мясо ой как он все это любит мужчина настоящий и чем это я тут занимаюсь интересно Дима уже проснулся поспал время у нас пятый час доходит а я тут консервирую две баночки всего лишь помидорок солененьких вот тут у меня вот такое вот безобразие на столе одну баночку я уже сделала горячим способом сделала я всегда кстати сделала горячим способом так как считаю что это долговечно то есть они спокойно смогут простоять например до нового года и спеша засолиться вот сегодня у меня всего лишь две баночки потому что бабуля мне передала мало всего два листочка черной смородины и очень много вишневых листочков ну хрена было тоже много а эти зонтики поменьше поэтому сегодня только две не знаю сейчас я отсюда начну помидоры брать и у меня тут еще ведерки помидорки немножко не знаю мама предложила заморозить не знаю может я заморожу может быть нет может с Димой съедим мы одну тут уже начали есть вот дыню у нас тут дыню мы уже ели Дима кусает, жует все очень вкусно ему нравится на столе да у меня такой творческий беспорядок и мед стоит и мне это честно говоря вообще все очень не нравится что у меня тут куча всего стоит таким маленьким и банок я приготовила много я думала я буду прямо сейчас как обычно засаливать все очень много мама говорит что ты так много будешь солить засоли две баночки помидор мало я посмотрела ведерко да действительно помидор мало а когда вытаскивала все это с балкона мне казалось что там целое ведро ну как то представляла все совершенно по другому вот сейчас я буду засаливать с вами не помню я засалила или нет но по моему в прошлом году я показывала как это все делается скоро уже сентябрь у нас да влог кстати выйдет с большим опозданием видимо опять вот наверно вы сейчас смотрите у вас уже сентябрь и в сентябре я буду еще много много хочу в этом году консервировать вот а еще кстати да тут у меня чиночок я покрошила и еще добавляю такую специю семена укропчик очень кстати ее люблю нужно будет скоро пойти на рынок и ее покупать вот так вот все уже 10 минут прошло я кипячу баночку 10 минут и вместе с крышечкой кипячу да она у меня кстати таким вот способом на кастрюльке здесь у меня сисечка сисечка и банка у меня вот такой способ я всегда кипячу так таким образом в духовке не знаю нет не кипячу мне кажется это сложнее так быстрее пока она там 10 минут кипятится я за это время что-нибудь успеваю сделать пробовала кипятить меньше но у меня протухают помидоры плесень появляется как раз я мало 2-3 минуты кипятила поэтому я 10 минут по моему в прошлом году даже 15 минут кипятила правда конечно все затягивается надолго-долго но в этом году я 10 кипячу еще кстати буду готовить у нас с вами еще впереди леча и наверное будем с вами вместе ее готовить вот так что оставайтесь вместе со мной подписывайтесь и ставьте лайки пишите комментарии всем пока пока а дима у нас сидит на горшке сиди спокойно сиди спокойно а тут у нас идут фиксики да фиксики 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 вон это вконтакте 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 Продолжение следует...